муж ездил за комбикормом принес немного я говорила у нас же помните тогда машина сломалась и и сделали приварили там но прямо тяжести тяжести на ней возить нельзя смысле большой вес на другой тоже сколько помещается столько и помещается коровий перепелиный куриный купил соль какая не знаю соль поваренная кормовая рикетированная все соли вон еще сульта а пока не до слой пока зимы даже кидать не буду конечно козы вообще с удовольствием нужно кинуть бы в кормушечку но мне сейчас нести ведра полные с комбикормами и и козом и куром туда поэтому соль валяется и пускай наваляется козлы на улице теперь я каждый раз захожу сара и вот такая вот картина иди сюда пойдем что тут у нас что а вы козлы а я хотела ее к вам забросить нет пошли дальше пошли дальше вкусно наше сено пошло у нас там то большие вот эти тюки как они называть катушки тени знаю как правильно называют то покупное то наше все в перемешку муж там пихали все все вместе первым делом как я уже говорила я прихожу даю им сено чтобы им было чем заняться потому что вот это здесь стоит но она первого должна давить я уже поставила ведро на 1 она знает да давай выпусти посмотрите она выходит эти ждут это вторая а это третья это конечно просто дверь долго держал открыты естественно она не поняла что я ее приглашаю это просто оси создалась но вы видите они не ломятся сюда потому что они знают свою очередь по очереди они подходят и когда я открою побежит вот это вот вторая а не белая а белая будет дальше стоять ждать потому что она третья а если видите спокойно занимается своими делами а то когда забываю бегу начинаешь раздаетесь от него мы думаем что сегодня у нас так нервно что у нас не какое-то столпотворение а не положу им ничего в кормушку чтобы они занялись им сейчас и сено вкусно мотает во все стороны ну вот начинаю доить пока стоит чтобы без дела не стояла нужно из той кормушки поесть да гляньте молодцы они здесь очень ждут одна отсюда ест а другая белая думает что она там стоит она тоже между стенкой пролезла здесь перегородка и вот она тоже если чужой вот ведь ее голова ой как только не извращаются а смотрите чтобы поближе ну как знаете как люди там больницы где-то еще все начинают лезть к дверям а то не успеют они за две секунды встать со стула и зайти в кабинет они начинают все сразу в двери толпится вот такая те уж надоело есть там я стою разговаривать и не поймешь ну давай ладно давай все давай доится она не поймет что этот дел покормила козлов она не комбикорм едят потом естественно стала кормить козочек это поскакуха где она вот она вот она ведь аля она у убежала с тех отделов сюда перепрыгнули как всегда вот с ними тут толпится есть комбикорм хотя там есть комбикорм и я кормила козочек молоком она в это время поскакала я ее не буду естественно выковыривать кормить молоком тем более я уже все споила козочка это все опять же к этой вот глупости дурости они вечно скачет скачет куда-то непонятно куда вот то есть сегодня она осталась без молока потому что видите она там приткнулся и оттуда не вытащишь ну и пускай здесь у меня бегает попрыгуха она просто бегает и бегает за юг зая зая ну ты даешь за юха ой как хочется попрыгать вы видели ой за юха часто у нас костяная нога нужно ждать пока пройдет и вы видели эти попрыгушки он сейчас скажи как на галку здоровит как я вам тут устрою да ой ты даешь за их ну ты наелся смотри потому что она давно я еще помылку помылку как подоила помылку подоила она поела я ее затащил обратно за юх все есть есть я уже покормила козлов молоко козочек молоком она бегает тут по ним по задираться по водах на пободаться вот вот так вы о ой за их ты даешь опять же нужно бежать не стою смотрю пободаемся пободаемся за я видали такую козу нет новую вида и уже растрепалась вся эта палка сейчас сегодня муж с утра рано пойдем ей переделан я не могу бежать что-то делать по расписанию мне нужно было расчесывать заплетать милану погладить ей там блузку вчера постирали в школу я имею ввиду я бы нет сейчас завтра послезаться не знаю когда там будет выхода перемотать вверх ей не мешает но там еще подкладывали тряпочку под это ведь который мотается под досточку чтобы между палочкой и телом и и была тряпочка но она не мешается она ей не трет уже со всеми перебодалась коза это ногой зай деревянной этой как дай следующая вылезла сейчас сосредоточка с каждой скащая вам да да за их вот так все вот так головой мотает да вот так вот как нога чешется на ганель чешется гляньте под этой за юши распилинаем у тебя хоть чтоб ножка подышала и обратно замотаем естественно все надо нужен хватит мне с ней развлекаться шоколадка стоят две шоколадка куда резко сделать шоколадка с баком даже сейчас подождите шоколадка с боками и это с ребрами аж впадшие у него бака но у них такое строение знаете кто смотрит меня давно шоколадку про шоколадку не надо ничего объяснять она всегда с боками она все поесть везде найдет и вот этот у которой просто ребра вообще просвечивается стоят вместе живут вместе едят все одинаково смысле дается им еда одинаково но едят значит они по-разному зай давай ешь сейчас козам я еще подложу сено яйца заберу кур все и домой тебя а а а а а и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ее надо домой запихивать, она, видите, здесь вот накинула. Здесь же такая, опять же, вкусная трава, у них не такая, да? Ой, правда, смотри, какой кусок хороший им достался. Дай, няха, дай ребенку, няха. Дай, какой кусок вкусный. Ой, какой кусок вкусный, да? А меня там коза ест. Ой, меня и тут коза ест. И тут, и там меня едят. Ну все, вам сегодня комбикорм досталось эти дни, даже два дня целых не было комбикорма, представляете? Я им не сыпала, ну кончился, не было вообще. Естки, давайте. Ну, глянь. Все, молока нет, вы съели. Молоко съели. Не надо такой мне голодный вид делать, не мне, а зрителям. Прям показывают, что их не кормят вообще. Они такие голодные, аж трясутся, там лезут, да? Смотрите, аж приходится вон шапки есть у хозяйки, потому что больше ничего нету. Потому что больше не кормят их. Да? Что? Ну что? А, нет. А, вон и Аля уже прибежала, как я сено новое положила, молока ей не досталось, она прибежала и ногами в кормушку. Вот так вот. А то отправлю раньше времени, а Заю воюет с козами. А то отправлю раньше времени тоже туда, на выгул. Зай, пошли домой, Зая. Отстаньте. Отстаньте от меня, козы. Козы, отстаньте. А там кто еще? С той стороны? Отстань, коза. Коза, отстань. Это, который орет все время. А-а-а! Которая самая орастая. Вот это. Вот это орастая. Да? Ну все, у вас все дырки позалезли. Идите уже. Пойду я сижу. И Заюха, главное, так жадно ест. Ну как я ее оторву, ребенка? А надо на работу бежать. А работу отложим. Потому что Зая балуется и ест. Иди, бегом. Пошли, Зая. Зая, Зая, Зая. Заюш. Лёва, мой козер. Лёва, мой козер. Апачки. Апачки, Заюшка. Апачки. Ой, дверь не с тобой. Он так не откроет. Все. Хочется, конечно, побаловаться. Хочется побаловаться, побегать, но и так она уже. Ну, видите, здесь же тоже, оказывается, трава есть, да? Угу. На, еще вкусный подложила, помыл. Ну ты прям. На, иди сюда, помыла. Заюш, на. Мягенькую, Зая. На тебя, а? На, мягенькую. Ну вот, все. Ребята, 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 тусуются. Это козлы. Пузики. Пузики заняты. Вот эти молодцы прям тут три, да, козла больших. Они знают свое дело. А это там такие, не елочушка, которые в два раза меньше. Вот эти вот двое играются. Ну, играются, пускай играются. А эти... Ну, я пошла. Вы молодцы. Вы такие молодцы, ребята. Все, я пошла. Теперь кормить индюшек. Что-то голос попадает. Очень быстренько почистила, ребят. Еще одно. Новое... Еще одно новое яйцо. Мягкое. Без крылуты. Пленки. Ну, молодцы. Все равно начинает, начинает нестись. Ага, вон уже пена. Только прочистила, вон уже пена. Это от самцов. На поддоне я имею в виду. Поэтому уже прошло. Какое-то время, несколько дней. Чирикуют их здесь много, кричат. Самцы. Так что нужно сделать еще одну попытку. Селадоны тоже ни в одном глазу вообще пока не несутся. Все, ладно, побежали. А, вам подсыпать нужно до вечера-то, да? Комбикормик здесь есть, а здесь... Подсыпать. Слышит. Слышит. Продолжение следует...